Бисмиллях, аль-хамдулилях. К тому, что было сказано ранее, хочу добавить один фрагмент, который я упустил. Это фрагмент из жизни шейху ль-исляму, рахматуллахи алейх. И к тем, кто злорадствует, зная о том, что тот, умерший, оставил после себя сына единобожника, нашего брата-мусульманина, и, наплевав на его чувства, злорадствуя, набирает какие-то баллы разных мастей актёры, есть среди проповедников, которые вот своё личное вывели на тот уровень, где закрывают глаза уже на, например, чувства его сына единобожника. Хочу обратиться с примером из жизни шейху ль-исляму, рахматуллахи алейх. Шейху ль-ислям тот, кого каждый к себе причисляет, и тот, к кому все себя причисляют. Но шейху ль-ислям не был никогда гнилым и подлым человеком. Никогда. За это его и любили. В нём не было вот этой гнили. Никогда. За это его любили. Как согласные с ним, так и те, кто был против него. Он был очень великодушный, он не был злопамятный. И он чувствовал вот эту грань субординации. И имам Ибн-Ибн-Каим говорит, это он рассказывает, его ученик Ибн-Ибн-Каим, как пример того, каким нужно быть или стараться им быть, раз уж каждый себя к Ибн-Ибн-Таиме причисляет. Ибн-Ибн-Каим говорит, Однажды я, то есть Ибн-Ибн-Каим, пришёл к Ибн-Таиме обрадовать его вестью о смерти самого главного его врага. Имам Ибн-Ибн-Каим у себя в Мадаре Джусалике не упомянул его имя, но скажу, что им был Ибн-Махлюв. Об этом упоминает Ибн-Ибн-Ибн-Ибн-Ибн, насколько я помню, в своей книге «Шазарату-Захаб». Тот самый Ибн-Махлюв, о котором Ибн-Роджев рассказывал, что он заказывал Ибн-Таиме, то есть его смерть, и всячески способствовал тому, чтобы Ибн-Таиме умер, то есть был убит. И он скончался однажды. Вот этот самый Ибн-Махлюв. А Ибн-Махлюв был тем, кто питал к Ибн-Таиме самую большую ненависть, и кто больше всего его ненавидел. Кто не знает, Ибн-Махлюв, он был на той же акыде, что и тот, кто сегодня скончался. Иман-Хачих был примерно одинаков. И что сделал Ибн-Таиме, когда Ибн-Л'Каим с его же слов сказал ему, радуя его смертью Ибн-Махлюв? Он поругал Ибн-Л'Каима, осудил его и сказал, «Все мы принадлежим к Аллаху и к нему наше возвращение». Что делает Ибн-Таиме? Почему Аллах оставил его в сердцах миллиардов людей? Он встал сразу, без задержки, и направился к дому Ибн-Махлюфа, где находилась там его жена, дети. И он выразил им свое соболежнование и сказал, «Инни лякум маканагу» «Я теперь встану на его место». И не будет такого мгновения, чтобы вы из-за его отсутствия нуждались в чем-либо. Все то, в чем вы нуждаетесь, я вам покрою, я вам помогу, буду рядом. И это имам Ибн-Уль-Каим приводит как фрагмент из «Великодушия и нрава шейху ль-Исламу ибн-Таиме». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!